Это самый легендарный мод на шахты за всё существование Майнкрафта. Аликс Кейвс добавляет 5 новых гигантских подземных локаций. У каждой своя уникальная тематика. Десятки новых мобов, боссов, снаряжений, обалденных разнообразных оружий. И всё это я собираюсь пройти в одном видео. Но более того, я решил усложнить игру и выживать на новом типе мира. Шахты с модами. То есть изначально я спавнюсь в бункере в шахте. И если я попробую подняться на поверхность или вообще даже попасть под блок неба, то меня моментально убьёт. Добьём это выживание финальным челленджем. Моя задача будет выполнить целых 100 разных достижений мода Аликс Кейвс. Ролик создавался 2 месяца, поэтому мы с командой будем очень рады твоему лайку. Поставь его прямо сейчас. А за это мы оставим данную сборку с модами в описании. Приятного просмотра. В бункере, где я появился, сразу же я пошёл во вторую комнату, где был сундук со всякими небольшими ништяками и деревянной киркой. Это значит, что я могу выдолбить проход из этого бункера в полнейший камень. Да, лёгких выходов тут не будет. Но каким же образом сделать новую кирку без палок? В инвентаре вначале у меня имелись ботанический горшок и саженец дерева. Ломаю имеющийся блок земли, пихаю в горшок вместе с саженцем, и теперь можно будет дождаться созревания ростка, после чего собрать дерево. Скрафтить кирку и размножить картошку, найденную в сундуке. Вообще, весь мой бункер оказался довольно маленьким, состоящим из двух комнат. Я зачекпонился на кровати и пошёл пытаться выкопаться из бункера, хоть в какую-нибудь пещеру. И, о боже, мне вообще не повезло. Ведь попались пещеры, полностью наполненные водой. А в ней у меня даже факел в руках ничего не освещает. Еле-еле не сдохнув, я выбрался оттуда и встретил первое живое существо. Но, что более интересно, нашёл землю и дёрн. То есть, вдруг что, ферму смогу расширить. А также наткнулся на первую необычную генерацию. А именно, стенки пещеры состояли из призмарина. Оказалось, подводная шахта очень большая. И как мне тут нормально перемещаться, пока ума я не приложу? Добыл железо, скрафтил щит с бронёй, и решил использовать лайфхак с дверями в воде. Пока копался, даже нашёл кварцевую руду в обычном мире. И да, я же, по сути, даже в нижний мир не буду ходить. Абсолютно всё, что нужно для прохождения Майнкрафта и убийства дракона, у меня есть в этом измерении. В глубинах я наткнулся на заброшенную структуру, где был сундук с картой клада. И, о господи, боже мой, тут есть подводные эндермены, ватафак. По сути, карта клада — это очень крутой способ мне добыть много ништяков в начале игры. Но, как вы все помните, сундук с кладом находится всегда в песке. Практически на самой поверхности. Я могу рискнуть и добраться до туда из-под низа, но нужно быть очень осторожным. О, круто! Я нашёл лайфхак, как добывать свет под водой. Рабочей печкой, либо же фонарём. Но от чего я вообще выпал, это когда подпыл к светящемуся спруту. Он мне даёт подводное зрение и ускорение плавания на несколько секунд. Также наткнулся на серебряную руду и заметил интересный рецепт в ядерной печи. Нас ждёт много безумного дальше. Кстати, буквально на днях произошло одно из самых легендарных обновлений игры «Hankai Star Rail». Если ты вдруг не шаришь, то эта игра признана лучшей в 2023 году. Больше 100 миллионов скачиваний. Всего за полгода, Карл! Это бесплатная кроссплатформенная RPG-игра, где потрясающий насыщенный сюжет и более 30 очаровательных персонажей. Что насчёт легендарного обновления 2.0? Появилась новая огромная планета, Пинакония. Знаешь такие слова, как праздник и развлечение? Именно их придумали по мотивам этого города. Рекламные вывески скачут и резвятся как люди. В воздухе разноцветные пузыри и абсолютно никакой гравитации. Ты повстречаешь кучу офигенных и харизматичных персонажей. Сквозь которые тебе придётся раскрыть все тайны Пинаконии. Именно здесь ты можешь открыть нового персонажа. Шаловливая и озорная искорка. Это квантовая девчонка, идущая по пути гармонии. Одна из немногих, кто умеет восстанавливать очки навыков и увеличивать урон союзников. Версия 2.0 это полное преображение игры. Теперь в «Hankai Star Rail» ты можешь повстречать нового ледяного персонажа Мишу. Десятки новых локаций, NPC, монстры. Получай целых 10 бесплатных прыжков и обязательно в течение 7 дней заходи в игру, дабы урвать 10 особых звёздных пропусков. Лови мой личный промокод на 50 звёздного нефрита и залетай в игру по ссылке в описании. Некоторое время спустя я уже почти добрался до квада. Встретил в шахте гоблина-торговца и решил его замуровать, чтобы в дальнейшем торговаться. Вы гляньте, какие у него предложения. Удвоение рут, блин. Помните самое главное правило Майнкрафта? Не копай под себя! Так вот, в моём мире появляется ещё одно. Не копай, ёпроса ты, над собой! Ведь есть риск резко встретиться с солнцем и помереть. Добыл первые алмазы по пути, пришёл прямо на крест на карте и нашёл координаты Чанка с двумя девятками. Именно здесь находится сундук по механике Майнкрафта, но только в самом верху. Поэтому я начал аккуратненько подниматься. Вот он и песчаник, а значит прямо над ним песок и сундук. Да-да-да, вот он, вот он! Бережно постарался его открыть, но чёрт! Над ним же блоки песка придётся ломать. Дэээ, крутотень! Мне выпали китти-тапочки, отпугивающие криперов. Обратите внимание, насколько близко была ко мне смерть. Вон она, текстура неба! Пока я плавал по шахтам, то резко поменялся экран. И выполнилось какое-то достижение. И да, дамы и господа, отсюда начинается отчёт в моде Alex Caves. Спустя несколько секунд я выполняю вторую ачивку, сломав известняк. И, собственно, попадаю в первую из пяти масштабнейших локаций этого мода. Первобытная пещера. Это удивительный целый мир, состоящий из динозавров. Это шо, динозавр? Ё-моё, это динозавр. Это птеродактиль, блин. Сразу же, когда я спустился, то на меня начали нападать велоцирапторы. И после первого удара по ним я получаю третью ачивку. Это очень опасные хищники, атакующие группами. Поэтому я чуть не погиб, но благо смог отбиться. Щит мне очень помогал, потому что эти гады ещё и умеют прыгать. Сразу же я понимаю, что отныне у меня закончились проблемы с древесиной. Ведь здесь растут гигантские тропические древние деревья. А также куча мха, грязи, земли и травы. Теперь у меня есть семена пшеницы. По всей земле можно встретить забытые горшки, из которых выпадают разные полезности. Какие-то древние рыбы с клешнями, новые лягушки. Бедные лягушки, точнее, которых убивают. И боже, даже тираннозавры! У меня аж весь экран трясётся от него! Так как у меня получилось залезть в очень удобную пещерку, то я решил попробовать его замочить. Включил хитбоксы с сочетанием F3 плюс B, чтобы понять, куда лучше бить. И нанося по 5 урона, стал его дубасить. Но когда мне осталось сделать последний удар... Чё? Вы издеваетесь? Благо он не задеспавнился. И добиваем гада, получая четвёртую ачивку. Из его кости я крафчу первобытную дубину. Жарю целый блок мяса динозавра, выполнив этим ещё два достижения. И дубина оказывается нереально имбовым оружием. Ведь если ей ударить моба, то он оглушается на несколько секунд и просто бездействует. На велоцирапторах это идеально работает, но интересно проверить на особях покрупнее. Чуть пробежав, я натыкаюсь на сооружение, будто какого-то племени. Внутри полностью в наскальных живописях, где пол состоит, кстати, из блоков угля. Ништячок. Рядом околачивались грота циратопсы. Здоровые твари, но не агрессивные. Захотел проверить биту на них, но чё-то нифига они не оглушились. Возможно, она просто срабатывает не со стопроцентным шансом. Пока от них убегал, нашёл яйца под тиранодона. Ого, сколько же тут динозавров, это жесть. Одно яйко сломал. Хозяина вскоре нашёл и тоже убил. Оказывается, это летающие зубастики. Надеюсь, их получится оседлать. Что интересно, прямо в этой пещере я вдалеке увидел какую-то непонятную сломанную структуру. Пока не знаю, является ли она частью этого мода, либо же баг в генерации. И последний обитатель первобытной пещеры, это такой чувак с катастрофически длинной шеей. Зовут его Реликвейрус. И на него сработало оглушение. Да, и на крутоцератопсов по итогу тоже. Из их костей и кожи я начал создавать первобытную броню. Но придётся убить много таких. Из мяса делают динозавровые наггетсы. И с едой проблем теперь нету. И ачивка в карман. Всё, весь сет брони готов. Хоть и картошка мне больше не особо требуется, я всё равно часть бункера решил оборудовать под ферму. Рано или поздно всё равно может пригодиться. И снова вернулся в пещеру, чтобы всё-таки расследовать ту сломанную структуру. Тут я встретил спаунер со скелетами и сразу же понял, что это отличный способ сделать формилку костей. А я снова хочу напомнить про свой крутейший магазин игр Иванчелло Шоп. Где ты можешь купить себе Майнкрафт, Палу Ворлд, ГТА и куча всего другого. Всё абсолютно безопасно. А это сейчас супер актуально, когда в Стиме фиг что купишь. Если нету денег на полноценную игру, то можешь заплатить в 10 раз меньше и попробовать выбить её из кейса. Ссылка в описании. По итогу это даже оказалось больше формилка разной брони, которая выпадала почти с каждого моба. Я даже почти весь алмазный сет собрал. Далее пошёл лутать сундуки, разбросанные по этому данжу. О, их было немало. Очень немало. По одной из лестниц я начал подниматься и вскоре вышел на поверхность. Ох, посмотри, как она близко. Всего несколько блоков меня отделяют от свежего воздуха и обширного мира без пещер. Но нет, выйти, к сожалению, я не могу. Оказывается, с помощью древесного угля я мог самостоятельно создавать наскальные живописи на известняке. И по идее в этот момент у меня должна была выполниться девятая ачивка под названием «Несовременное искусство». Но, видимо, в моде ещё присутствуют баги. Поэтому она не захотела выдаваться. Будем считать, что я её выполнил. Я стал переплавлять кучу известняка и древесного угля, чтобы попытаться выполнить ещё одно достижение, связанное с получением редкой живописи неизвестного зверя огромных размеров. Я потратил дофига ресов, но так и не достал этот рисунок. Зато в сундуке откопал кучу копьев и пещерную табличку. Забавный факт. С помощью этой таблички я могу найти первобытную пещеру. Но на кой фиг, если я уже нахожусь в ней? В общем, теперь часть моего бункера состоит из кучи живописей. А я понаделал больше копьев, ведь это очень крутой способ дистанционной атаки. Только вышел из первобытной шахты, так сразу наткнулся, вы не поверите, на другой бункер. Но он отличался от моего. Состоял из адских блоков, но главное, тут был путеводный обелиск. Благодаря нему можно будет телепортироваться в разные точки мира. Пока отвлечёмся от путешествий и займёмся крафтами. Я как раз нафармил необходимых ресурсов, чтобы создать компас природы. Я очень рассчитывал благодаря этой штуке откопать следующую пещеру Аликс Кейпс. Но вот что произошло. Вы издеваетесь? Да, компас просто сломался. И в этот момент высветилась надпись, мол, нужна карта этого биома. Но для этого мне нужна пещерная табличка, только другого биома. Ладно, я скрафтил новый компас природы, и зато с помощью него я могу находить все любые другие биомы. И мне как раз сейчас нужны кристальные пещеры, поэтому отправляемся к ним. В этом биоме я откопал кроссовки, ускоряющие моё передвижение. И вообще мне нужно было добыть кристаллы, использующиеся в крафте счастья шахтёра. Это предмет, дающий знатный буст в копании блоков. Что мне будет очень полезно, ведь копаться нужно много. А на границе кристальных пещер я замечаю скалковый биом. Амм, будет, конечно, мега эпично, если я так найду древний город. Здесь добываю нефритовые кусочки, позже расскажу зачем. И недалеко отсюда вступаю в битву с мимиком, из которого выбиваю ласты. Обнаруживаю обсидиановый молот. И слушай, это такая имба! Крафтится всего из трёх блоков обсидиана, но может ломать супер быстро разные блоки. Включая тот же обсидиан. Да, похоже в скалковых пещерах будет крайне трудно. Какой-то мод их сильно усложняет. В пещере встречаю плачущий обсидиан и вспоминаю один прикол. Можно ткнуть пустой бутылочкой и получить пространственные слёзы. Это ещё один способ телепортации. Пока я бегал по скалкам, на меня нападали какие-то скалковые клещи. Кусали клешни из-под земли. Короче, рано мне ещё сюда суваться. А вот следующая находка меня очень порадовала. По сути, это должно было быть самое первое достижение в Аликскейпс. Здесь я нашёл стол спелеолога. Ладно, возвращаемся домой. И как раз испробуем способ с пространственными слёзами. Да, ты бэхает на кровать чётко. Итак, стол спелеолога. Именно благодаря нему я могу создавать пещерные манускрипты. Но для этого мне придётся три раза расшифровывать загадочные слова. Это достаточно сложный процесс, в котором нужно запоминать все эти каракули. И каким английским буквам они относятся. За неправильные догадки пещерная табличка вообще начинает трескаться. И в результате ломается. Но благо на Вики я нашёл готовую табличку с расшифровками. И в фотошопе попробовал собрать нужные слова. И это работает, её просты. Готовый манускрипт я изучил. И в книге открылась новая статья. А если объединить его с бумагой, то я получаю ту самую карту пещеры. Но опять же, первобытная мне уже нафиг не сдалась. А пока я этим занимался, каким-то макаром ко мне в бункер проникла летучая мышь. Я решил, что это будет мой новый питомец. И дал ей имя Чикса. Обелиск я уже использую вовсю. Скрафтил ещё новый и могу теперь путешествовать по пещерам без проблем. И собственно сейчас у меня задача найти зомби-крестьянина, который спавнится с 5% шансом. Почти сразу мне повезло его найти. И я быстро его замуровал и обозвал его беркой, чтобы он не пропал. Теперь самое интересное. Каким же образом я вылечу зомби-крестьянина? Как мы знаем, для этого требуется два предмета. Золотое яблоко и зелье слабости. Но для создания последнего нужна варочная стойка. А значит, где-то нужно откопать стержень и фрита. В Нижний мир я не могу отправиться, поэтому меня выручит янтарит в первобытной пещере. Это светящаяся байда, скрывающаяся под слоем янтаря. Именно из неё я и скрафтил стержни. Всё, готово. Выполняем ритуал. И зомби вылечен. А конкретно мне нужна профессия картографа. Теперь принимаемся фармить много тростника, чтобы открыть новые уровни трейдов. Но пока он растёт, у меня есть время заняться чем-то другим. Поэтому я отправился на поиски нескольких недостающих компонентов в крафте очков ночного зрения. Абсолютно всё видно, ё-моё. Настолько видно, что я гораздо чаще стал замечать всякие новые структуры и данжи. Один из которых состоял из тысяч блоков меди. Куча слизней и драгоценностей. И кстати, прикинь просто, чё я обнаружил. Оказывается, я могу выращивать собственных слизней. Беру котёл, заполняю водой, кидаю блок слизи. И фигась, полноценный маленький слизень-питомец. Я могу кормить его свеклой, взамен получая по одной штучке слизи. Очень вдохновился этой темой, что аж решил построить отдельную комнату. Более того, если просто выкинуть свёклу, то есть шанс, что он потребит её и станет больше. Я сделал ещё слизней и стал ждать. Сразу же один вырос, но сдох. А теперь я решил сделать очень интересную структуру из нефрита. Смысл её в том, что через сифон из меня будет высасываться опыт и хранится в блоках нефрита. Потом можно будет его без проблем забрать с помощью такого крокодильчика. В итоге я максимально расширил этот столбик, чтобы вместились все мои 30 уровней. И я их не потерял ненароком. Итак, сейчас у меня появилась новая задача. Найти соляные пещеры. Ой, не та картинка. Вот, соляные пещеры. Добыл там соляные капельники, выточил из них соль и скрафтил кожу. Всё это ради великой цели – рюкзака. Улучшил его. И, наконец, могу хранить кучу вещей. Кстати, уже у меня поднакопилось бумаги. Можно поторговаться с картографом. Но всё равно мало. Блин. А тростник очень медленно растёт. Надо придумывать что-то новое. И как же я вообще мог забыть про ботанические горшки? Это же идеальный способ фарма растений. Я добыл дофига глины в пышных пещерах, переплавил всё это дельце и скрафтил кучу горшков. Они все автоматические, поэтому все ресурсы будут сразу поступать в сундуки под ними. Именно таким способом я нафармил кучу тростника. Так, наконец, объясняю, зачем вообще мне нужен был картограф? У него на новых уровнях трейдинга может попасться предложение с картой той самой структуры из Alex Caves, где я нашёл пещерные таблички. А мне как раз нужно найти оставшиеся 4 вида табличек, чтобы я мог посетить все пещеры этого мода. Но ёпарный бабай, мне не повезло. И у жителя не было нужного трейда. Придётся тогда вручную искать эти структуры. По идее, их должно быть достаточно много, поэтому отправляемся на поиски. О да, слава богу, я нашёл новые зелёные таблички. А ещё таракана, бегающего по шахте. Ой, 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 нет, не умирай! В общем, я приступил к расшифровке таблички. И, наконец, создал карту новой локации, токсичной пещеры. По пути даже нашел еще одну структуру, где были теперь синие таблички. Вау, и еще одну, но уже с коричневыми. И снова, когда приблизился к этой локации, я получил новую ачивку. Прорубившись сквозь какие-то токсичные камни, я попадаю в супер зеленое наполненное радиацией место. Сразу вижу новую руду, и это оказывается уран. Пока я ее добывал, на меня наложился эффект облучения, и сердечки стали радиационными. А на меня, блин, гляньте на меня самого. Токсик. Первый моб, которого я встретил, меня совсем не порадовал. Ай, ёбрс, это что такое? Попробовал оглушить его с помощью дубинки, и хвала небесам, это работает. Это моб-мозгоньяк, и эта собака может с огромного расстояния кусать тебя языком. Либо бросить радиационные отходы, которые у него на спине. Пещера эта, конечно, гораздо стремнее, чем предыдущая. Тут везде бегают радиоактивные тараканы. И более того, эти гады хватают других мобов и сажают тебя на спину. Я ощутил острую необходимость в каком-то хорошем оружии дальнего боя. Ведь копья уже не особо справлялись. А ещё заметил, что из-за облучения у меня не восстанавливаются жизни. Пипец просто. С таракана выпала токсичная мастика плюс ачивка в карман. В общем, дамы и господа, тут очень стрёмно. Но благо, я смог скрафтить еду, которая позволяет восстанавливать жизни даже под радиацией. Везде разбросаны бочки с отходами. Не знаю, нужны ли они мне, но я добыл на всякий случай. Из собранных ресурсов я сделал полный сет химзащиты. Благодаря именно этой броне я смогу более комфортно находиться в этих пещерах. Ведь теперь на меня не наложится радиация. Хотел такой набрать кислоты ведро и... Также выполняю достижения, где нужно скушать все виды еды токсичных пещер. В очередной бочке нахожу урановый стержень. А это просто невероятно. Ты глянь, насколько же нереальную генерацию я встретил. Чего? Да, это древний город, заспавненный в токсичных пещерах. Я решил немного его поутать в надежде не заспавнить Вардена. Но прикол в том, что так как часть древнего города находится в токсичных пещерах, то здесь не заспавнились скалксенсоры. Но большая часть все равно находится в скалковом биоме. Поэтому идеально легкого лутания не получится. Спустя время хождения я услышал эхообразное мяуканье. Либо у меня уже крыша поехала, либо при слиянии этих двух биомов я создал нечто что-то новое. Я встречаю кота, но не обычного кота. Это радиационный лучикот. Интересно, что спал он четко на конкретном сундуке и не хотел уходить. И твою ж мышь, у меня не получилось избежать появления Вардена. И этот Чукча начал вылезать из ада. Но благо у меня получилось от него сбежать. Рядом с пещерой мне удалось обнаружить еще один бункер. Но в этот раз внутри я встретил кое-что новое. Это мирные животные. Я же все пытаюсь и пытаюсь долгое время обнаружить последнее существо этой локации. И самое опасное существо. Вот он, цель моя стоит, там гадость такая. Это радиоактивный криппер. Он почти в три раза больше обычного. И главное, взрывается он не так быстро. Но как только запустить этот процесс, то появится бешеный звук сирены и взрыв. Ох, я уверяю, что вы не хотите этого видеть. Потому что взрыв реально огромный. Из ядра, которое выпало с крипера, я сделал и звучатель. Это как раз и есть то самое необходимое оружие дальнего действия. Оно очень эффективно работает против монстров. И имеет большую дальность атаки. Ох, залутался, конечно, с этой пещерой я просто знал. Но надо бы все рассортировать. Было бы так же неплохо, наконец, зачаровать свое снаряжение. Ведь меня даже в алмазном сете все равно сильно пробивают. Думаю, получилось прикольно. Забираю весь опыт и чаруемся. Все-таки придется мне снова вернуться в эти кислотные места. Ведь я очень загорелся сделать ту самую ядерную печь. Оказывается, она создается в этом биоме. Да, в принципе, и неудивительно. Но для этого нужно прям куча резов с монстров. Поэтому фармим. В итоге эта печь создается аж из восьми блоков. И мне кажется, она прикольно вписалась в моем бункере. Прикол этой печи, что она работает на урановых стержнях. И ее скорость гораздо быстрее, чем у обычной. Но есть и проблема. Обязательно нужно очищать ее от накапливающихся отходов, которые видны в этом резервуаре. Я положил металлическую бочку, отходы в нее впитались. И в этот момент должна была выдастся ачивка. Но опять баги. Поэтому считаем выполненной. Пока я решил немного отвлечься и испытать всякие приколюхи с этой сборки. Например, парашют. Эпично открывается и спасает от падения. Жалко, не обнаружил его раньше. Или вспышка призрака. Позволяет наблюдать за окружением с другой точки. Динамит. Который не особо мощный, но пердак сына маминой подруги подорвал бы. И ладно, теперь моя задача будет выкопать как можно больше железной руды. Дело в том, что из железноносного глубинного сланца есть шанс выпадения кусочка магнетита. А это прямой путь для магнита. Вот он, собственно, и есть. Я думаю, несложно догадаться. Он позволяет притягивать предметы. Итак, я обнаруживаю последнюю ненайденную пещерную табличку. И это как раз что мне нужно. Магнитные пещеры. Именно туда мы и отправляемся. На первый взгляд может показаться, что это вообще не опасное место. Но не тут-то было. Видите, вот эти красные и синие камни. Это какая-то наркомания. Моему грибному мозгу было трудно осознать, что конкретно происходит. Но со стороны все выглядит вразумительней. В общем, красные кристаллы притягивают, а синие наоборот отталкивают. Мне повезло рядом с этой пещерой убить еще одного мимика и выбить с него облако в бутылке. Оно позволяет делать двойной прыжок. И это реально круто. Теперь передвигаюсь более маневренней. Когда же я начал дальше продвигаться по магнитной пещере, тогда-то я и обнаружил всю опасность этих мест. Мобы тут просто безумные. Здесь летают какие-то дроны, которые сканируют меня и создают голограммы. Да и в целом тут как бы все не особо стандартное. Собрав с помощью молота кристальные красные блоки, я решил проверить, что же будет, если сделать кольцевую структуру. И попробовать походить по кругу. Будет ли меня разворачивать каждый раз? Но, к сожалению, спустя много попыток ничего дельного не произошло. Видимо, я чуть ли не сломал мод. Так, создаю из кристаллов слитки. И делаю щит сопротивления. Оказывается, это самый легендарный и необычный щит, который я только видел в модах. С помощью него можно не только защищаться, но и притягивать, а также отталкивать мобов. В зависимости от полярности, какую ты выберешь. Так более того, он бьет молниями врагов во время защиты. Ну а выглядит просто безумно эпично. Ох, ёпрстэль, а это что за босс? Следующая приспособина, которую я создаю, это галенитовая перчатка. С помощью неё я могу просто брать и использовать железные инструменты на очень дальнем расстоянии. Как бы заставляя их левитировать за кучу блоков от меня. Тем самым выполняю аж испытания, где нужно было убить моба на расстоянии более 20 блоков. В общем, с таким разнообразием оружия можно идти вообще на любого босса. Осталось мне разобраться со Связибергом. Это такая дичь, которая сбрасывает на тебя сверху огромный грузик. Это очень больно. Я хочу отомстить ему, но главное забрать этот груз. Пришлось его убить несколько раз, но наконец грузило выпало. Дома я сделал голографический проектор и тыща обалдеешь, что он делает. Ну ты видел, нет, ну ты видел, голограмма, блин, гриба. Я в принципе таких механик ни в одном моде ещё не видел. Только ватафа. Что происходит с ней, когда я присаживаюсь? Грузило я выбивал, чтобы создать карьер. Да, здесь и такое имеется. Вот, кстати, механика карьера мне напомнила, как в моде билдкрафт. Но всё-таки способ самого копания блоков здесь полностью отличается. И это очень красиво. Я попытался автоматизировать сбор ресурсов, ведь вскопанные блоки просто вылетают из карьера. Но поставленный сундук ничего не изменил. Ладно, посмотрим на его скорость. В общем, карьер оказался реально годным. Ведь по сути он работает без всякой энергии, а просто так копает блоки. Очередной мимик, и мне выпадает самый потрясающий аксессуар за всё время. Подушка-пердушка. Я даже не буду объяснять, что она делает. Просто слушайте. Я всё-таки оградил карьер блоками, поставил воронки, и по итогу все вскопанные ресурсы будут отправляться в сундук. И выполняю ещё одно достижение, скрафтив рельсы магнитной левитации. Это далеко не обычные рельсы. Вагонетка, попав на них, начинает левитировать. Думаю, представляете, тот эпик, что будет, если я буду сидеть в вагонетке. Ради эксперимента я решил построить небольшую железную дорогу с препятствиями. И вот такие крутые аттракционы теперь можно строить с этими рельсами. Делаю новые самонаводящиеся стрелы. И думаю, по названию можно понять их особенность. Стрелы просто берут и автоматически находят цель, и летят в неё. Благодаря этому можно убивать мобов под невероятными углами. Окей, пока что забиваем на магнитные шахты, и, пожалуй, приступим к открытию уже четвёртой локации. Пока я пытался её найти, провалился в огромный соляной храм. И ё-моё, тут сразу же меня встретил босс. Еле-еле я его одолел, и из выпавших наград создаю соляной планшет. Сначала я не понял, как это работает. А как получилось воспользоваться, то сразу представляю, насколько это будет имбовое оружие против толп врагов. Жалко, пока не на ком опробовать. В общем, храм был реально соляной. Настолько соляной, что везде валялись шприцы. Я нормально так залутал сундуков, где было по итогу почти стак мембраны и бирок. А пока выбирался, обнаружил фантомный блок, который может принимать любую текстуру и позволяет проходить сквозь него. Это пригодится у меня на базе. Ну и прямо за этим храмом, оказывается, была новая четвёртая локация мода Alex Caves. Забвенные пустоты. Мне очень повезло сюда попасть уже с очками ночного виденья. Ведь иначе это было бы самое стрёмное место для восприятия. С лёту я встречаю какую-то странную хоррор-огромную фиговину. Еле-еле побеждаю. И как я понял, мне настолько повезло, что это сразу же был босс. Чтоб вы понимали, эти места даже без дополнительных звуков и музыки ощущаются очень крипово. Повсюду постоянно летают огромные летучие мыши под названием Весперы, которые видят меня будто за километр. Слава богу, что у меня было дальнее оружие, иначе я бы просто тут не выжил. Из одной такой выпал гамок Гуана. Думаю, не стоит объяснять, что это гов... Да, здесь оно разбросано даже просто так в блоках. И я зачем-то решил его вскопать чистыми руками. Я что, сейчас добываю говно, что ли? Чего? Дальше мне на пути встречаются непонятные существа в капюшонах. Во время битвы эти уродцы залезали под землю и просто перемещались. Непонятным для меня образом выполнилась очередная ачивка «Люди в черном». По идее, во время нее я должен был стать свидетелем ритуала этих самых сектантов в капюшонах. Но я ничего не видел, странно. И тут я такой встречаю бешеного грызуна. Это разрыскатель. Данная нечисть также может залезать под землю, но мне повезло и получилось без проблем его убить, получив достижение. Теперь мне надо убить как можно больше мотыльков, которые, кстати, просто безобидно летают повсюду. Из их пыльцы крафчу теневой шелк. А из нее жуткий лук. Очень мощная штука, сейчас поймете почему. Только нужны еще специальные рытвенные стрелы. Просто обратите внимание, что происходит во время выстрела из этого лука. Мало того, что вылетают сразу град стрел, как луком Дедала из Террарии, так эти стрелы еще и прорубают блоки, стремясь вниз. Это очень необычные механики. Супер помогает против толп врагов. Особенно, если стрелять самонаводящимися стрелами. Что ж, я обнаружил, каким образом можно провести ритуал. Тот самый, который я вроде видел, но нифига не видел. Для него я расставил факела, которые привлекают мотыльков. И как только один опустился, его схватили культисты и началось мессиво. В результате культа мотылек превратился в смотрителя. Это самый необычный босс. Во-первых, при битве постоянно вылетали скримеры. Так он еще и накладывал на меня непонятный эффект. И перемещал мое зрение в другую точку. Но все-таки у меня получилось его одолеть. Из накопленных ресурсов крафчу броню этой локации. Выглядит она, конечно, эпично. Но что за фигня происходит с моей голограммой? Теперь вообще одна башка осталась. Главная особенность брони, что у меня появилась новая шкала над опытом. И если я побегаю в темноте несколько секунд, то она восполнится и позволит зайти мне, так сказать, в супер режим. А конкретнее ультраполет. Ладно, вернемся на базу. Помните, как я в солевом храме откопал фантомные блоки? Так вот, теперь у меня в бункере есть секретный проход. И в случае нападения я смогу сбежать отсюда по водяным стокам. Но самое главное, с обратной стороны фиг кто сможет сюда попасть. Сейчас же переместимся в древний город. Все-таки я решил его завутать. Но не просто так. Моя задача найти 8 осколков эхо. Кстати, вспомнил про счастье шахтера, который скрафтил. И оно дало бесконечный эффект спешки второго уровня. Все, копаю теперь быстро. Можно приступить к зачистке города. Хотел я аккуратненько, обставляя шерстью, открывать сундуки, чтобы не среагировали скалк-сенсоры. Но что-то не особо получилось. И здравствуйте, Варден. И боже, какая же офигенная первобытная дубинка. Она оглушила и этого босса. Правда, он все равно меня атаковал выстрелами. Но урон не наносился. Главное, блин, не забывать во время повторно оглушать противника. Не, блин, все-таки эту дичь сложно убить даже самым топовым снаряжением. В общем, я облутал еще несколько сундуков и все. Можно считать задачу выполненной. Теперь я могу сделать возвратный компас, намагниченный, соединить с компасом природы и получить самый крутейший компас исследователя. Эта штука уже может находить абсолютно любые структуры. Хоть древний город, хоть подводную крепость, структуры из алекскейпс, храмы всякие, что угодно вообще. Именно с помощью него я рассчитывал найти последнюю шахту, но... Домбаный разработчик! Ах, придется искать по старинке. Приблизившись к этой мега-огромной и масштабной шахте, я открываю подводную бездну. Итак, основная фишка этой шахты, что она полностью находится под водой. Это целое подводное царство, собственные флоры и фауны, структурами и боссами. Везде на дне можно встретить какие-то полипы. Это мидии, с которых есть шанс выбить жемчужины. Они очень в будущем пригодятся. Разумеется, я столкнулся с проблемой, что мне постоянно нужно было как-то дышать. И благо, хоть шлем был с эффектом подводного дыхания. Вначале мне не попадалось каких-то серьезных агрессоров. Но, ё-моё, зря накаркал. Начался бешеный замес. И на самом деле, я могу с полной уверенностью сказать, что это, блин, самая хардкорная локация из всех. Короче, это просто нереально. Этих подводных мобов будто бесконечно. У меня аж мой магнитный щит сломался. И тут я, короче, вспоминаю про тот соляной планшет. И вот, блин, где он нужен был. Тут он потрясающе справляется с врагами. Пока я дрался с мобами, смог выделить для себя тройку самых бесячих гадов. Вот они. Маг-глубинник, рыцарь-глубинник и просто глубинник. Помимо мобов, я также повстречал всякие заброшенные структуры. И внутри, как обычно, очень крутые ништяки. Самое вообще классное, это найти полный водолазный костюм, что позволит чувствовать себя в воде, как рыба. Но самая эпичная находка, которую я здесь совершил, это подводный батискаф. Обалдеть можно, просто нереально крутая штука. С помощью топора я очистил его от окисления, поскольку он полностью состоит из меди. И принялся его опускать в воду. Просто гляньте, насколько это офигенно. Я теперь могу без проблем передвигаться в подводной бездне, так еще и освещать себе путь фонарями батискафа. А вот и главная структура, которая поможет завоевать и полностью починить себе все это подводное царство. По факту, эта штука является неким посредником в трейдинге с жителями подводной бездны. Я кладу на пьедестал жемчужину, и со временем они ее забирают, отдавая что-то взамен. Но самое главное, эта байдовина должна помочь мне наладить отношения с подводными жителями. Но когда это произойдет, фиг его знает. А вот я и собрал полный сет водолаза, наконец-то! Теперь гораздо дольше могу находиться под водой, и плаваю гораздо маневренней. Спустя время торгов, у меня выполняется ачивка «Соседский сын». Это уже первый шаг к успеху, ведь значит, что я много раз поторговался с глубинниками, и они перестали меня бояться. И просто потрясающе! Еще несколько трейдов, и я полностью завоевал расположение всех жителей к себе. Теперь, более того, они даже будут защищать меня, когда кто-то нападает. Пока что я решил сделать временную базу в горе, сложил все вещи, и отправился как можно больше трейдиться, чтобы выбить что-нибудь интересное. Да, вот и выпали первые крутые предметы. Посох моря и волшебная ракушка. Вторая позволяет просто из ниоткуда вдруг вызывать целый наряд глубинников и заагрить их на цель. А посох моря позволяет выпускать эффектные волны. Главное не попасть в глубинников, иначе будет это. Окей, возвращаемся обратно в бункер. Пока я выставляю накопленные сеты брони, то подведем итоги. Все локации мода Alex Caves открыты просто потрясающе. С каждой локации у меня получилось выцепить сеты крутого разнообразного снаряжения. Но не забываем, что у нас есть еще одна глобальная цель на этот ролик. Выполнение абсолютно всей сотни достижений этого мода. Ну и взорвать ядерную бомбу под конец. На данный момент выполнено 67 ачивок. То есть мне осталось еще 33 достижения. Правда, я совсем забыл про прохождение самого Майнкрафта. Давайте сначала займемся этим. Я выкопал как можно больше янтарита в первопытных пещерах, сделал око края и стал готовить снаряжение для битвы с драконом. Пришел, кстати, какой-то Чук Чакобальт ко мне. Не знаю зачем, но подарил кучу ништяков. Я решил в качестве основной брони использовать водолазный костюм, поскольку он будет покруче алмазный. Ну и пошел в шахту фармить опыт, а также стрелы со скелетов. И все-таки случайным образом у меня подорвался радиационный крипер. Ох, блин, если ты хочешь увидеть этот взрыв, то ставь лайкос на видос. У тебя есть 3 секунды, летс гоу! Ладно, вот оно. Гораздо мощнее обычного крибера, правда ведь? Но с ядерной бомбой не сравнится. Ладно, все снаряжение готово, а значит можно приступать к поиску крепости в край. И вы не поверите, но какого фига я нахожу это только сейчас? Просто подземная деревня жителей. А раньше вы так были нужны мне. Нахожу крепость, и она оказывается так же полностью измененной и доработанной. Что ж, погнали ее лутать. Все, портал найден, активируем его и прыгаем. Сразу на меня понеслись какие-то бешеные эндермены с открытыми ртами. И главное, им вообще пофиг, что я на них не смотрел. Вы спросите меня, получилось ли оглушить дракона дубинкой? Эээээ, нет, нифига. Попробовал, кстати, призвать свое войско глубинников, и они реально пришли, даже без воды. В общем, чем я только не дубасил дракона. Использовал все способы. Даже дистанционно взорвал динамит с помощью детонатора. Но все-таки самым эффективным оружием оказался и звучатель. Ю-ху, дракон повержен. Что значит, приступаем активно завершать все самые сложные и оставшиеся достижения. Сначала я выполнил все оставшиеся ачивки первобытных пещер. Первое элементарное. Мне нужно было собрать побег папоротника. Смотри, что за штуку встретил. По сути, из этого янтарного монолита можно вырастить собственного динозавра. Теперь моя задача собрать пятиконечные листы, скормить это растение двум гротоцератопсом, тем самым размножив их. Бэйби динозаврика сразу я не увидел. Потому что мамаша отложила яйцо. Теперь создаю салат спокойствия из растений этого биома. Собираю в ведро рыбу, которая краб, короче, рыбокраб. А теперь мне надо поубивать этих чувачков, чтобы сделать первобытный суп. И этой байдой накормить длинношейного динозавра. Это просто жопа. Он взвесился и начал валить все деревья. Это вот эта ачивка. Но, видимо, снова баг с выполнением. Блин, кстати, неплохая формилка дерева. Теперь моя цель это летающие под тиранодоны. Если их закормить рыбокрабами, то он может приручиться. Очень интересное название у ачивки. Доисторические элитры. Оно так и есть. Ведь с помощью этих динозавров я действительно могу летать. Вообще, как вы могли уже догадаться, я могу приручить всех динозавров. И поэтому выполнение следующего достижения было самым опасным. Ведь мне нужно было приручить тираннозавра. Для этого надо сначала оглушить моба. Затем кормить салатом спокойствие. И так несколько раз. Но все-таки у меня получилось. Я увидел заветные сердечки. И теперь у меня есть свой личный тираннозавр. Да, в прямом смысле я могу управлять им. Ездить, рычать. И сражаться на нем с врагами. Ох, а вот это самое геморройное задание. Приручение велоцирапторов. Эти проворливые гады вроде брали мои динозавровые наггетсы. Хавали их, но не хотели приручаться. Оказывается, нужно было, чтобы он стырил наггетс из сундука. И затем покормить его салатом спокойствия. Какого-то фига теперь у меня сработала ачивка, когда я сделал наскальную живопись. Я подумал, может потому, что я нахожусь в биоме первобытных пещер в этот раз. Поэтому решил попытаться выбить ту особенную живопись, что у меня не получалось в начале видоса. Но чё-то не получалось. Я даже молотом, шелковым касанием собрал все имеющиеся живописи, чтобы понять, чего не хватает. И приступил фармить всё это дело с помощью древесного угля. Но спустя несколько десятков минут, нифига! Я объявляю эту ачивку сломанной и надеюсь, вы не будете против, что я засчитаю себе её выполнение. Теперь самое наркоманское достижение. Мне потребуется собрать пять разных динозавров в вагонетках, которые стоят вплотную. Это было мега угарно. Как вообще догадались до такого задания? Теперь возвращаюсь в магнитные шахты. И сходу крафчу магнит. Штука, кстати, интересная. Притягивает много блоков за раз. Я понадеялся, что карьер мой докопал почти до бедрока. Но этого не случилось. Придётся самому спуститься пониже, ведь это и есть следующая цель. Возвращаемся в бездонную пропасть и я активирую способность с полётом. После чего кушаю яблоко тьмы. Благодаря нему эффект увеличивается, но главное, ачивка в карман. Крафчу тотем одержимости. Далее делаю созерцатель. Ставлю его тут. Привязываю к нему кристалл. Возвращаюсь в бункер и активирую это дело. После чего я начинаю видеть всё, что происходит глазами созерцателя. А задание было активировать это зрение на расстоянии тысячи блоков. А вот я уже снова в подводной бездне переплавляю мидию и забираю очередную ачивку. Далее просто убиваю минного стража. Забираю рыбу-треногу в ведро. Крафчу из здешних ресурсов глубоководный суширол. Варю зелье глубинного зрения и выпиваю его. Кстати, почему я раньше не сделал эту имбовщину? Всё невероятно хорошо видно. Далее нахожу поломанный батискаф и ремонтирую его медными слитками. Уничтожаю очень редкое существо паутинника. Из выпавшей с него биолюминесценции крафчу подводный факел, который реально может светить под водой. И из лайтовых ачивок последнее это крафт поплавка, который позволяет очень быстро всплыть наружу. Но мне это не надо, я же не хочу сдохнуть. Теперь начинается просто катастрофический геморрой. Я снова возвращаюсь к подводному алтарю торговли. И сейчас мне предстоит обменять просто тонны жемчужин с глубинниками. Это было реально очень долго. Больше часа у меня занял процесс то добычи этих жемчужин, то обменивания на алтаре. А всего лишь моя задача была выбить последний третий редкий предмет с алтаря. Это копьё. Если что, копьё просто, блин, позволяет делать рывки под водой. Но зато вот столько резов я выформил во время выполнения этого челленджа. Последняя локация, с которой нужно разобраться, это кислотные пещеры. Позволяю заржаветь блоку металлолома, разместив его рядом с кислотой. Прыгаю в эту же кислоту, чтобы поймать здешнюю рыбу радиабра. И пока я убивал этих гадов, то поломал себе нафиг всю алмазную броню из-за кислоты. Не повторять в домашних условиях. А нужен мне был радиабр, чтобы приручить радиоактивного кота. Теперь он будет везде меня преследовать. Радость-то какая. А вот сейчас самое эпичное, друзья. Крафчу ядерную бомбу. Я решил поставить её прямо по центру бункера и активировать. Ну ладно, также деактивируем её с помощью ножниц радиоачивки. Всё, дамы и господа. Пришёл тот самый момент. Абсолютно все достижения мода AlexCaves выполнены. Я могу с уверенностью сказать, что и мод пройден на 100%. А значит, ничего не остаётся, лишь только взорвать всё к чертям собачьим с помощью ядерки. Разумеется, я моментально сдох. Но вот как это выглядело со стороны. Самое интересное, после взрыва выжили чародейский стол, обелиск и ядерная печь. Я напоминаю, что эту сборку вы можете скачать по ссылке в описании. И также не забывай про мой магазин Иванчелло Шоп. А с вами был Иванчелло. Все... И на мой канал подпишись. Ты забыл формить под подписку. Ты формею. А так живай, ты пастор.